Друзья, всем привет! Вы на канале Виконста. Сегодня у нас будет зимний выпуск. Покатаемся мы по зимнему Донецку. Меня многие просили, сними, пожалуйста, зиму нам. Сними, сними. Ребята, ну снега не было, поэтому снимать нечего. Сейчас я нахожусь в Ленинском районе и покажу вам, как встречает зиму город Донецк. Так, ребята, поговорим мы, пообщаемся на различные темы. По отвечаю я на ваши вопросы. Здесь, по правую сторону, кто-то давно меня просил показать базу ФК Олимпик. Так, ну что, будем двигаться в сторону города. Ну вот и наступила у нас зима. За окном у нас февраль месяц, 6 февраля. Просили, получайте. Как справляются коммунальные службы с этими всеми непогодами? За окном у нас 7 минут 9. Едем мы по Ленинскому району, со стороны Босе, в сторону города. Я считаю, что коммунальные службы справились на отлично здесь. Не знаю, как там дальше будет, но смотрю, что вот правая сторона почищенная, но колея есть. Опять же, снег идет уже больше суток. Так, вчера он с утра пошел. И сегодня, по прогнозу погоды, он будет идти аж до самого вечера. Также нас ждут морозы, поэтому готовьтесь. Вот вам и зима пришла. Друзья, вечером еще мониторил я соцсети. И сейчас, наверное, пару-трое к фотографии вставлю, как зима у нас делает беду в городе. На деревьях было очень много снега. Деревья не выдерживают и ломаются. Поэтому вот такая вот случается штукенция. Так, ну что, двигаемся мы. Вот смотрите, как раз по левую сторону здесь коммунальщики уже чистят. Ну, здесь, в принципе, почищено хорошо. Опять же, у нас в городе действует комендантский час. Поэтому ночью машин практически нет. И коммунальщикам это упрощает жизнь. Так, кому интересно, 95,44 рубля стоит. 92,42. Дизель 51 рубль. Что еще хочу сказать, ребята. По правую сторону тротуары все уже почищены. Я не знаю, когда они только успели. Это, наверное, после какого-то предприятия. Людей на остановках, конечно, многовато. Опять же, начало рабочего дня. Но мы ближе к Золотому кольцу будем подъезжать. Я прокомментирую реально загруженность трафика с утра. В принципе, дорога позволяет ехать. Опять же, сейчас скользко. За бортом у нас минус один. Поэтому сильно торопиться не нужно. Вон, кто-то с зонтиком даже. Друзья, также отвечу еще на популярные вопросы. Как вы заметили, я уже сказал, да, у нас в городе действует скомендантский час. С 23.00 до 5 утра передвижение запрещено. Дальше. Работает ли у вас банковская система переводы между карточками? Виза, Мастеркард. Ребята, у нас не работает банковская система. Вообще. То есть, есть местный банк, который обслуживает пенсионеров и других людей, которые получают здесь зарплату. Пенсионеры получают социальную помощь. С этими карточками они могут рассчитываться в магазинах. Оплачивать через интернет с этой карточки возможно только мобильного оператора Феникс местного. И там еще пару сервисов, которые находятся только здесь, по городу. Да, здесь, кажется, дорога получше. Не знаю, как там на окраинах, но центральные дороги всегда в Донецке чистились на ура. Дальше. Что касается интернета. Интернет у нас работает 4G от Феникса. С 2019 года запустили его. И, в принципе, до сих пор он функционирует более-менее стабильно. Да, есть некоторые места, в которых он плоховастенько ловит, но ничего страшного. Интернет хоть какой-то, но есть. Смотрите, сколько на ремботехнике людей собралось. Ничего себе. Многовато. Так, ну а мы выдвигаемся ближе к Золотому кольцу. Здесь вообще идеально вычищено. Смотрите, прям под ноль. На цирке здесь тоже многовато людей. 76-й забитый. Опять же, идет с текстильщика. Еще один интересный вопрос. Это по поводу самого города. Работает ли у вас железнодорожный вокзал и куда курсируют у вас поезда? Ребята, кому интересно, у меня есть видеоролик на канале. Я ездил со станции Донецк на Еленовку в сторону КПП. Там вы можете глянуть. Стоимость билета копеечная. Я не знаю, много ли сейчас людей ездит. Но поезд ездит только до Еленовки, со станции Донецк. Через Мандрыкино, через мост. Поэтому вот так. По левую сторону там вам будет плоховастенько видно. У нас автовокзал южный. В прошлом году сделали его реконструкцию небольшую. Но опять же, сейчас не видно вам будет. Поэтому показывать нет смысла. Да и погода не позволяет. Там я заходил, вовнутрь немножко его в порядок привели. Также еще один очень интересный вопрос. Зарплаты в городе Донецке. Зарплаты варьируются от 100 до 500 долларов. Здесь и Золотое кольцо, континент. Всеми любимая площадь эта. С которой разъезжаются по разным частям города. И здесь по правую сторону, смотрите, тоже людей многовато. Очень даже многовато. Смотрите, сколько их стоит. По поводу работы. Работы мало. Поэтому ничего сказать не могу. Что касается людей. Скажи, пожалуйста, много ли у вас там проживает сейчас людей? Ребята, по численности я не знаю. Но явно меньше, чем в 2014 году. Вот как раз сейчас я проезжаю. И по правую сторону можете видеть, некоторые ветки попадали с деревьев. И в большинство районов, даже микрорайонов, вчера не было света. Не знаю, как сейчас дела обстоят. Как бы жизнь идет. Небольшой у нас такой разговорный влог на колесах. Периодически будем делать такие вылазки. Показывать вам родной Донецк. Плюс многим людям интересно, что здесь происходит. Какая здесь жизнь на самом деле. Многие телевизор уже не смотрят. Так как там показывают одну ерунду. А вот с первых уст, как есть. Без прикрас. Вы можете зайти в разделе плейлист Донецкий. И посмотреть все интересующие вас вопросы. Либо написать в комментариях. Пишите комменты. Если этот коммент будет популярный и интересный, я сниму даже ради этих слов отдельный видеоролик. Что касается коммунальных услуг. За коммуналку люди платят от полторы до двух с половиной тысяч рублей. Это двухкомнатная квартира. Что касается съема жилья. Квартиру можно снять с советским ремонтом. За тысячи четыре, наверное. Пять рублей. Это вместе с коммунальными услугами. Если вы хотите что-то подороже, поинтересней, то около 7-8 тысяч в зависимости от местоположения. Чем дальше от центра, тем дешевле квартиры. Особенно сейчас пользуются спросом квартиры в Буденовском, Пролетарском районе, в Калининском районе. Подальше от линии разграничения. А так люди работают, люди учатся. Медицинские учреждения также работают. Скорые ездят, пожарные ездят. Жизнь идет. Как ни крути, все меняется. Жизнь это такая штука. Неизвестно, что дальше будет. Что-то я заговорился. Давайте я вам покажу улицу Университетскую. Вот так выглядит у нас улица Университетская. Вот по левую сторону ветки попадали. И может быть, я даже не знаю, где-то и провода пообрывали. Даруа в принципе здесь тоже почищенная. Но внизу опять же небольшой снег лежит. Ух ты! Что, троллейбусы не ходят? Ага. Все-таки непогода сказывается. И вон, смотрите, по левую сторону деревья. И здесь елки-палка. Смотрите, видите, оборвало, наверное, троллейбусы. Ух ты, елки. Вот это вам и снег. Так что, ребята, вот это дерево тоже такое опасное. Оборваны провода, повалены деревья. Тут у нас филологический факультет Донецкого национального университета. Как бы делов наворотила погода. Понятно, что сейчас на горках вечером будет весело. Но как бы не довисели некоторым людям. Я смотрел, что и на машины деревья падали вчера. Так что старайтесь вообще сейчас не выходить на улицу. Так как смотрите, что творится. Вот вам и непогода. Здесь деревья обломаны. Вообще дерево упало. Тоже висит. В троллейбус вмещается больше 100 человек, если полного. То это, конечно, будет проблематично. Смотрите, все повалено. Ребята, пишите комментарии, что бы вы хотели увидеть в следующем видеоролике. Но, опять же, если будет позволять погода. Мы, конечно же, будем снимать для вас интересные развлекательные влоги. Может быть, какой-то контент другой. У меня есть на канале плейлист рыбалка. Кому эта тема интересна, можете зайти, посмотреть, как я там отдыхаю, ловлю рыбу. Поотламывалось здесь. Многовато всего. Да, ребята, вот вам и февраль месяц. Снежный коллапс. Ну, коммунальщик, я смотрю, в поте лица работает. Огромное им спасибо за вообще любую проделанную работу по городу. Без них было бы тяжело. Да, вот так, ребята, выглядит у нас центральная улица в городе Донецке. В принципе, снег почищенный. Ну, единственное, что он поприхватывало налить на асфальте. А так, нормально. Ну что, друзья, вот и ролик наш подошел к концу. Сегодня я показал вам зимнего Донецка. Погода у нас натворила беды. Так что, будьте внимательны, берегите себя. Если вам понравился этот видеоролик, вы знаете, что делать. Лайки ставьте, на канал подписывайтесь. С вами был Виконс. До новых встреч. Пока-пока.